Приветствую вас. Если говорить грубо и коротко, то у вас явные проблемы в общих отношениях между родственниками. Какое-то недопонимание, подводные камни, сдерживаемая агрессия, скорее всего. А именно сдерживаемая агрессия проявляется в том, что рыбы кусают друг друга. Это как бы вы друг друга кусаете друг друга за хвост. Конечно, может быть, это только вот такое поверхностное столкновение, потому что на самом деле может считать немножко по-другому, и ситуация сама по себе тоже может быть другой. Например, с одной тетей вы общаетесь неплохо, другая тетя, она, по вашему мнению, слишком много делает для себя и никого не любит. Кроме себя. Кроме себя. Вот. А, допустим, еще одна тетя, она обижается на вас. Или вы ждете, что она будет обижаться на вас. Вот. То есть, в любом случае, в любом случае, есть некоторые проблемы между вами, которые не находят выхода. Вот. И действия, действия, которые вы реализуете, то есть вот во сне вы кусаете друг друга за хвост, ну, рыба, в смысле, кусают друг друга за хвост, это, на мой взгляд, проявление невыраженной агрессии. И проявление недостаточного отражения, недостаточного проявления своих чувств. То есть, в вашей семье, в вашем кругу семьи, наверное, принято не выражать своих эмоций, не выражать своих чувств. Вот. И, вследствие этого, очень часто возникают проблемы. Ну, могут возникать очень часто проблемы между вами. Вот. И из-за этого вы можете ссориться как-то друг другом, может быть, обижать или недопонимать друг друга. Вот. То есть, это вот то, что можно сказать, исходя из вашего сновидения, ну, исходя из толкованного сновидения на вскидку. Но проблема, конечно, в том, что для корректного толкованного сновидения, именно с психологической точки зрения, нужно довольно серьезно поработать над информацией, о вас и о вашей семье, о том, что происходило непосредственно до того, как вам объяснился этот сон. Понимаете? Вот вы, например, говорите, да, что наши рыбы не очень большие, зубавшие. Здесь идет, как бы, смещение, да, смещение. То есть, не тетки ваши такие, а рыбы их, что говорит о том, что вы, скорее всего, смещаете сами объекты. То есть, в действительности ваши претензии направлены на теток. Вот. Но вы себе этого, ну, например, не позволяете проявлять себе этих эмоций по отношению к ним. И поэтому акцент смещается на них. Вот. Значит, далее вы говорите, что они небольшие. Значит, вы считаете кого-то в вашей семье мелким. И, конечно, был праздник, праздник, на котором мы все собрались. Ну, это, может быть, обозначает ваше желание быть ближе к людям, ну, к родным. Они вытащили рыбу, чтобы показать, у кого какая. Ну, вероятно, это представляет собой ваше мнение относительно того, что каждый на празднике показывает, на что он гораст. Конечно, я в этом не уверен, но в снах, просто в сновидениях тут, как бы, нужно разбираться совсем недропливо, не спеша. То есть это вот с каждым отдельным фрагментом сновидения психоаналитики предпочитают разбираться, ну, по сути, даже целый сеанс. Да, то есть каждый фрагмент сновидения. Вот. А здесь вы хотите истолкование сновидения получить, как бы, вот полностью, да, то есть целиком, целиком. Вот. И это, конечно, шревато определенными погрешностями, потому что обычно, обычно, если говорить о сновидениях, то считается, что самое важное не то, что значит сон сам по себе. А то, какое значение он имеет для человека. Вот. И почему. И вот именно значение сновидения для вас можно выявить только если мы будем говорить об ассоциативном ряде вашем. Поэтому то, что я сказал, да, вот, по поводу интерпретации сновидений, это очень такая, ну, большая, очень большая условность, потому что все может быть совсем по-другому. Вот. Дальше, значит, они вытащили рыбу, чтобы показать у кого какая, а тут их рыбы напали на мою. То есть вы говорите, что и у вас есть рыба. Интересно, что вы не сказали о том, что рыба есть и у вас. Вот. Вот. Ну, однозначно то, что вы описываете, можно интерпретировать как угрозу. То есть кто-то совершает акт агрессии по отношению к вам. Соответственно, почему так происходит? Откуда, где, в чем вы чувствуете агрессию? От кого и почему исходит угроза по отношению к вам? Это вот, пожалуй, очень важный момент. Это очевидно, что вы не чувствуете себя в безопасности. Очевидно, что кто-то периодически нарушает ваши личные границы. И отсюда порождается, ну, вероятно, ваша неудовлетворенность с собой. Вот. Которая и, в общем-то, побуждает эти сны появляться. По большому счёту. Вот. Дальше. Значит, моя тоже одну укусила, то есть вы защищаетесь. Вы хотите защититься от угрозы. Значит, скорее всего, в реальной жизни вы защищаетесь гораздо меньше, чем, ну, чем хотелось бы вам. Вот. Возможно. Вот это, конечно, опять же, вот, знаете, да, ну, довольно условно. Это довольно условно. Может быть так. А может быть и нет. Да. Понимаете? Ну. Ну, в любом случае, пока всё довольно органично, на мой взгляд, происходит. Значит, ваша рыба кусает, потому что вы пытаетесь защититься. Ну, вот, значит, в жизни вы не так активно защищаетесь, не так активно отстаиваете свои личные границы. Скорее всего. Вот. То есть здесь тонкость вот именно такая. И далее вы пишете прямо вокруг, да, то есть, когда рыба кусает, как бы, друг друга за хвост. Вот. Вот. Это ваше видение ее ситуации, то есть, как бы, ее восприятие. Возможно, недовольство и понимание, понимание того, что любой конфликт бессмысленен. Вот. И, как бы, стремление к тому, чтобы конфликта не было. Из-за того, что сам конфликт, он вас напрягает. То есть порождает ненужное напряжение у вас. Дальше мы их разняли. То есть это вот уже, как бы, судрегом вас говорит. То есть если кто-то схлестывается в перепалке, то, значит, соответственно, необходимо разнять на этих вот... Ну, людей, людей, субъектов. Это, скорее всего, нажать ваше чувство вины за то, что... За то, когда вы защищаете свои личные границы. То есть вы обстояли их и, вполне вероятно, потом вы чувствуете вину за это. Вот. Либо вы, наоборот, играете роль, скажем так, спасителей. То есть пытаетесь всегда выступать. Выступать миротворцем в проблемах, конфликтах и так далее. Что, в общем-то, тоже далеко не всегда является чем-то позитивным и правильным. Потому что нужно позволять людям быть теми, кто они есть. И если вы сами негативно воспринимаете то, что они там ссорятся или ссорятся с вами, или просто ссорятся, то необходимо просто оставить свои личные границы. И, во всем счету, все. То есть вы никого не переделаете, не надо пытаться кого-то поменять. Так, я свою рыбу быстро положил в контейнер с фольдой. То есть получается, что вы наступили себе на горло, подавили свои эмоции, скорее всего. И, в общем-то, ну, возможно сделали вид, что ничего не было. Одна тетя свою рыбу приготовила и съела. То есть, вероятно, вы имеете в виду, что люди получают удовольствие от того, что скандал, скандал. Другая, другая, почему-то на меня обидовалась. Здесь вы имеете в виду, что после ссор, после ссор, каждая из ваших теток ведет себя по-разному. И вот во сне вы увидели то, как каждая из них себя ведет. Но поскольку к самим тетям отношение у вас одно, но в некоторой степени оно может быть субъективным, например. то как бы это сместилось на рыбу. Но суть, в принципе, осталась та же. Ну, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!